Всем привет, всем ассаламу алейкум, мои дорогие, мои родные. Это видео я решила, конечно же, написать на русском для своих подписчиков, которые не понимают азербайджанского языка. У нас выходные после школы, выходные. Мы 15 сентября пошли в школу, и на выходных мы решили поехать на дачу. Был солнечный, жаркий день, конечно, выходные. Решили поехать на дачу с детьми. Приехали мы на дачу, у нас растет гранат. Наш самшит почему-то начал засыхать. Это три кустика начали засыхать. А тут у нас вот гранат такой красивый. Среди них есть те, которые лопнули. Мы их соберем и будем делать компоты. Я в прошлом году тоже делала. Тут я чищу печень, чищу как. Я снимаю с нее пленку. Мы будем готовить шашлык. И мой муж сказал, что когда снимаешь пленку, получается очень-очень вкусный шашлык. Если честно, мы из печени готовим первый раз. Мы готовили шашлык с мясом, с курицей, но из печени мы готовим первый раз. Значит, такие вот дела. Чищу печень. Если честно, снимать пленку очень трудно. Но результат, да, результат очень-очень хороший. И чушу я его, конечно, во дворе. И тут оса одна тоже никак не дает мне что-то сделать. Ходит круг да около. Я-то, конечно, боюсь, что она ужалит. Но она, конечно, не стала меня трогать. Наверное, увидела, что я ее боюсь. Вот такие вот дела. Как вы, как ваше здоровье, как ваши будни проходят, школьные дни? У нас вот началась школа. У меня двое детей ходят в школу. Одна первая, одна вторая смена. И немножко трудновато. Тут я уже все закончила почистить печень. И мы будем ее сейчас мариновать. Вот муж его нарезает. Сказал, что он будет сам его нарезать кусочками. Так мы это сделаем, можем сделать неправильно. Наверное, насмотрелся в тикток видео каких-то про шашлык. И вот, решил сам приготовить. Но мне очень нравится, конечно. Я стою, наблюдаю, приношу то, что нужно. Помогаю, чем могу. Вот, нарезает такими кусочками. Ничего особого такого не добавляем. Лук просто натерела на мелкой терке. Перец добавили черный. И все, хорошенько перемешали. Больше ничего не добавили. И, конечно же, немножко кордюк тоже поставили. Посерединке. Между печенью. И сразу же. Мама, а что ты не делаешь? Я смотрю. И вот, здесь мы уже поставили огонь. Будем сейчас зажигать огонь. Вот, курочка, крылышки. У меня дети не все кушают печень. Огонь мы разожгли. Такой вот он красивый. Нравится мне вот этот вот пейзаж, можно сказать. Тут вот мы уже надеваем на шашлык уже печень. Кстати, мы это оставили на некоторое время. В это время мы сидели, чай во дворе пили. Это я уже все не стала показывать, снимать. Так как видео тоже получается очень длинное. И всегда одно и то же выходит в видео. А вот здесь наш огонь. Так красиво все. Поставили уже на огонь. Жарится наш шашлык. Не на огонь, а на уголь. Уже на этот. И сейчас я буду уже накрывать, пока они готовят шашлык. Я быстро сделаю такой легкий салат. Накрою небольшой нам такой стол. Нам ничего не нужно. Вот у нас крылышки дети очень любят. Я тоже, кстати, люблю куриный шашлык. Печень у нас уже шашлык готов. Сейчас всей семьей будем кушать. Всем приятного, конечно, аппетита, кто сейчас кушает. Скромный такой стол. После того, как мы поужинали, можно сказать, уже вечер, я быстро убрала стол и стулья, так как обещали, что будет ветер, дождь. Бабушка решила с дочкой собирать гранаты, перебрать. Как я и сказала, мы будем их собирать и делать компоты. В прошлом году я тоже сделала компоты, и дети пили с удовольствием. После того, как я убрала двор, я пришла домой. Сейчас я буду в доме убираться. Уберу все, что мы здесь сделали, бардак весь. Уберу. И хочу испечь тоже чего-нибудь. Уже вечер, я только закончила. Всю посуду все вымыла, все разложила на места. Это шампура, они должны остаться, чтобы они немножко прицелли. Хорошо, потом в кладовку отнесем. Тут я приготовила все ингредиенты. У меня простые бисквиты, рецепты бисквитов у меня, как я готовлю, есть на канале. Тут я половину поставила, половину уже добавила какао и поставила тоже. Я не знаю, почему-то этот отрывок не пошел. Здесь я взбиваю 5 яиц на рулет. Рецепт рулета у меня тоже должен быть на канале. Очень простой рулет. Здесь 5 яиц, 150 грамм муки, 150 грамм сахара, по-моему, было там. Все смешиваем, разрыхлитель и на пергаментной пленке ставим на 15 минут в духовку. Больше 15 минут его нельзя держать, он уже все равно запекается за это время. Дети очень-очень его любят. Смазываю снутри вареной с кушонкой. Очень вкусный получается рулет. Если честно, то, что я приготовила, уже дома ничего не осталось. Ни бисквитного пирога, то, что я приготовила, ни рулет. Машалам, мои дети очень вкусно это все едят. Если им разрешить, конечно же, как это выйдет в духовке, они могут все съесть, не оставить ничего. Но я так не разрешаю. Там по дулечкам, сегодня к чаю, завтра к чаю. Вот так вот добавила еще маленькие шоколады. Смазываю на пергаментную пленку. Такая должна быть масса, очень жиденькая такая. И ставлю на 15 минут в духовку. Оно поднимется и будет очень такое красивое. Такие вот дела. Вот мой бисквитный пирог. Он тоже уже готов. Смотрите, как он поднялся. Такой красивый. И рулет тоже я уже вытащила. 15 минут подержала. Кручу вот так вот рулетиком форму. Одна у меня мокрая салфетка, Одна сухая, тоже кручу вот так и оставляю, пока остынет. Хочу вам нарезать, показать на разрезе, пока он в красивом состоянии еще остался. Пока дети его не облапали, можно сказать. Смотрите, вот такой вот у меня получился бисквит. Смотрите, так красиво извлекся изнутри. И рулет тоже. Мы уже, если честно, пришли домой. Здесь я уже кадры поставила из дома. А тут я вот, когда уходила на дачу, тоже на кухне сделала порядок. И мы уже уходим. Долго мы здесь не стали оставаться. Так как были у нас появились срочные такие дела, Которые мы должны были сделать в воскресенье. И мы приехали домой. Продолжение следует...